Следующий вот из этого хадиса, что руководитель людей или какой-то наставник, кто наставляет людей, ему следует упоминать какие-то вещи, которые вселяют в людей надежду и оптимизм. Потому что смотрите, сподвижники стали жаловаться и говорить, мы испытываем жажду, мы погибли, потому что было очень жарко, воды было мало. Что Проколей Саратов сказал им? Вы не погибнете. Вы не погибнете. То есть вот так вот открыть людям дверь к надежде. Это очень важно. Руководители, наставники, взрослые люди, вообще братья, они должны что? Вселять надежду друг в друга. Оптимизм. Не так, что, о, да, действительно все, погибли мы все. Нет, говорит, Аллах не оставит нас, никогда не оставлял Аллах, не погибнете и так далее. Поддерживать так вот друг друга, особенно если это руководитель. Себер Самин говорит, если человек вот так вот будет для своих братьев открывать дверь надежды, и таким образом, что вносить радость в сердца, вносить радость в сердца, а это из вещей, которые требуются. Вносить радость в сердца братьев, это вещь требуется. Если ты будешь вот так вот вселять в их сердце надежду, значит ты будешь носить в их сердце радость. Это значит, что ты делаешь то, что от тебя требуется. Это их радует. И значит, возможно, что Аллах вознаградит тебя этим. То есть, что вот так вот даст простор твоему сердцу, твоей груди. У тебя в сердце будет спокойствие, уверенность, радость. Это как награда за то, что ты в свою очередь встилил людям радость и спокойствие в их сердцах. Аллах награждает человека в соответствии с его поступком. Если все время вот так вот ты радуешь братьев, вводишь радость какую-то в сердца твоих братьев, укрепляешь их надежду, то Аллах сделает и тебя все время радостным. Вселит эту радость и спокойствие в твое сердце.